я скорее буду говорить про практику да там точно наверно не про специфику именно в информационной безопасности именно про практику как отрасли жкх в ее текущем состоянии решает сложные проблемы вы так сказал бизнесовый давайте кто мы рост водоканал группа компаний частный оператор в области водоснабжения водоотведения сегодня у нас там уже восемь городов там порядка шести миллионов людей пользуются услугами нашей компании по сути этого вода в компании работы более десяти тысяч человек если мы говорим про информационную безопасность именно про практику на всегда там хочется понимать там что это такое пять минут discovery как работает у кого был аквариум все прекрасно понимают мы должны воду добыть мы должны воду очистить передать до потребителя дальше передать обратно на очистные сооружения и отдать природу с желательно еще больше чистотой чем взяли с точки зрения сложности даже посмотреть сверху каждый водоканал это порядка ну там в наших городах от полутора до трех тысяч километров инженерных сетей если мы уже переходим на следующий уровень декомпозиции если мы говорим про бизнес-процессы уже про автоматизацию про управление достаточно классический набор бизнес-процессов они есть как технологические есть такие управленческие история там про то какая здесь автоматизация рассказывать не будем в целом абсолютно стандартные инструменты мы понимаем что информационная безопасность достаточно широкий широкий спектр вопросов если мы говорим про ключевые информационные активы там для росводоканала самое самое такое интимное да это проектное сведение все остальное без словно тоже важно тоже попадает под различные внутренние процедуры но проектное сведение текущий уровень зрелости нашей компании там жкх в целом к сожалению не рассматривает информационную безопасность широко да мы на данном моменте говорим что информационная безопасность это только про это вот про про это безусловно есть там дирекция безопасности есть антитеррор но и b это вот про информационной системы плохо хорошо но так есть какой был запрос да там я в росводоканале работы уже три с половиной года там и на старте о чем мы говорили да это создать базовую инфраструктуру именно и тэшную классическую это собрать систему управления группы компаний постараться запрыгнуть в уходящий поезд инфраструктуры и и и 4.0 до нашей эволюции и поддержать изменение бизнес-модели на там изменение бизнес-модели сбор бизнес-сервиса в корпоративном центре на старте провели анализ классический стратегический анализ именно с целью выбора модели управления группа компании но и по сути модели автоматизации с одной стороны достаточно слабая бы сказал да плат платформа низ низкая база и с точки зрения автоматизации с точки зрения развитости систем управления с другой стороны точно сильная сильная мотивация команд управленческой команды и готовность финансировать до готовность последовательно решать вопросы было несколько сценарий да соответственно первый сценарий это консультативный центр единая организация и собственно оставить все как есть здесь мы во многом приходим к модели корпоративного опекуна корпоративного центра да каждый сам за себя если мы говорим про институционную модель по сути мы отдаем 100 рублей возвращаем 120 в этом случае прогноз по это и об этом достаточно печальный на единая организация да когда мы говорим что мы по сути как корпоративный центр берем на себя на серьезную долю управления затягиваем на себя принятие решений безусловно это сказывается и на подходах к автоматизации и цифровизации и как основа к информационной безопасности и вариант 4 доставить как все как есть но здесь там точно последствия были выпечали соответственно общий знаменатель единое управление изменениями выбор варианта единая организация единая группа компаний соответственно что нам что нам необходимо отдельное направление по развитию системы управления именно бизнес-процессов форсированное управление и становление и развитие системы информационной безопасности как и как процессов и как непосредственно технических систем а с чего мы начинали там мы стараемся на каждом на каждом значимом этапе развития проводить внешний аудит даже где-то не один стартом безусловно около около нуля как мы росли да какая наша динамика это за за три года здесь без деталей но рост каждый год там существенным в этом году мы тоже выросли там порядка там на 30 30 процентов безусловно за этим не не данные там не там технические истории да это история про бизнес сервис про бизнес сервисы про новые территории про новые бизнес-процессы которые мы охватываем на автоматизации там в отдельных историях там про цифру безусловно при таком достаточно резком росте охват или проникновение автоматизации цифр в систему управления риски ибо растут нам и точно точно должны заботиться об информационной безопасности по сути оставить ее в некую платформу как как инфраструктура так же и б должны стать такой платформенной составляющей на этого этого движения при этом в жкх есть любопытная особенность да если мы говорим там на уровне государства либо там на уровне москвы цифровизация есть да мы все про нее говорим в министерстве жкх принята в этом году хорошая стратегия по цифровизации отрасли при этом на уровне регионов когда мы говорим про тарифы сути про финансирование расходы на капитационную безопасность не принимаются в тарифе их там нет поэтому по сути настоящий момент складывается к интересной ситуации выхода 2 помоги себе сам на такой творческий подход и поиска я бы сказал творческих возможностей на все-таки создание системы управления информационной безопасности помоги себе сам подход простой мы сейчас вместе с нашей джар функции занимаемся отраслевой работы по принятию в тарифы расходов информационной безопасности по сути джар работа вторая тема мы опять таки вместе уже с дирекцией безопасности и с джар стараемся притащить расходы на террористическую безопасность расходы на информационную безопасность понятно что там сходу не получается но возможности есть и творческий поиск это по сути поиск на рынке на рынке внутри механизма когда мы сможем на нужны нужные сервисы нужны бизнес-процессы внедрить за приемлемые деньги те деньги на которые сегодня компания готова тратить по сути из прибыли на информационную безопасность мы с очень там двух лет сделали несколько дорожных карт информационной безопасности первая классическая была абсолютно инхаус когда мы все создаем внутри там и люди и системы понятно что когда у нас литр воды стоит 22 рубля не там не 60 долларов как в нефти расходы оказались там неподъемным если на то что достаточно там долго и прорабатывали смотрели на рынок примеряли направление там эту историю не принялось друзья да важно но давайте по-другому следующий шаг там во многом ковид подтолкнул гибридная дорожная карта когда мы миксуем и инхаус и аутсорсинг аутсорсинговые сервисы информационной безопасности как бы мы не хотели сделать все внутри именно вот в этой области текущая модель финансирования не делает невозможно это мы пришли там уже по сути реализовали частично сорфинговую модель но здесь наверно отдельно понятно что там там три с половиной года там движение там понятно что мы какие-то вещи там взяли там самом начале вполне там понятно которые совсем были там на поверхности что на сегодня прямо из 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 принятого и сделанного а есть вещи там именно про технологические сервисы есть вещи про политики про регламента это внутри как мы работаем как мы взаимодействуем с дирекцией безопасности есть вещи связанные отдельно с на доступностью мы тоже там внутри компании относим к информационной безопасности это плана восстановления резервные облака и план там наш на на будущий год скорее там уже про консолидацию консолидацию информационных потоков с водоканалов расчет показывает что развивать информационную безопасность там в отдельных точках дорого равно как и автоматизировать здесь мы идем ровно по подстраиваемся под принятые бизнес решения да мы консолидируем управление корпоративном центре там и саму систему управления и бизнес-сервисы да у нас идут по модели по сути подписки квадоканала точно также информационная безопасность идет в контексте этой модели по сути мы планируем централизовано наверно там все в контексте Продолжение следует...